Краснодарский край По количеству занимающихся девочек Но мы же понимаем, что это Юг, это Кавказ И не так все было просто И вот сейчас коллега сказала о том, что появляются девчонки в группах среди мальчиков Как на это реагировать? Вы знаете, в свое время руководитель Федерации футбола Краснодарского края И на публичном выступлении отчетной конференции сказал всем представителям муниципальных федераций, ведущих школ О том, что если девочка хочет играть в футбол, мы должны сделать все возможное, чтобы она играла в футбол И 15 лет назад нам удалось поменять стереотипы в Краснодарском крае Напоминаю, все-таки это Кавказ, у нас очень ментальность, такой патриархальный устрой И тем не менее, ежедневная работа помогла сделать нам так, что сейчас 90% девчонок, которые занимаются на территории Краснодарского края футболом Они играют в смешанных и тренируются в смешанных группах У нас очень мало команд, чисто и тренеров, которые работают исключительно с девочками В школах много тренеров занимаются, в большинстве школ не один тренер занимается футболом Но как правило, еще раз повторюсь, это тренеры, которые работают и с мальчиками, и с девочками Потом они собирают сборную школы и выступают в краевых соревнованиях Это вот то, что хотелось дополнить Но сейчас разрешите представить вам информацию о системе соревнований И рассказать о том, как сделать так, чтобы эти соревнования появились у вас в регионе А также, как сделать так, чтобы ваша школа, команда приняла участие в этих соревнованиях Всю систему соревнований я разделила на несколько блоков Сейчас перед вашими глазами слайд, я коротко буду комментировать У нас есть всероссийские соревнования, уже коллеги говорили, но еще расскажу Говорим сейчас только о детско-юношеском футболе Есть соревнования среди юниорок до 21 года, это молодежное перенство И юношеская футбольная лига Это соревнования, в которые не попадают через предварительные этапы Все остальные соревнования имеют свою определенную структуру Перенство России среди команд спортивных школ до 13 Перенство России среди сборных команд-субъектов Российской Федерации до 15 лет, до 17 и до 19 Эти соревнования имеют трехуровневую структуру Есть для того, чтобы попасть на эти соревнования, нужно пройти межрегиональные соревнования Я наверняка понимаю, что я ни для кого из вас сейчас не открываю что-то новое Но это очень важно с позиции понимания, что нам делать дальше для увеличения количества соревнований внутри наших регионов И для того, чтобы попасть на межрегиональный этап, мы должны пройти с вами региональные спортивные соревнования Перенство субъектов среди девочек до 19, до 15, до 17 лет Здесь скорее можно проводить чемпионаты, либо перенство по возрастам Для того, чтобы сформировать сборную субъекта Российской Федерации, где вы сможете отсмотреть лучших девчонок и успешно выступить на межрегиональных соревнованиях А также перенство среди команд спортивных школ, где участвуют исключительно команды, не сборные Это возраст до 13 лет Все соревнования, которые были представлены на первом слайде, включены в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации во второй его части Спортивные соревнования Следующий блок соревнований включен в календарный план Минспорта в первой его части Это физкультурные мероприятия На всероссийском уровне это соревнования кожаный мяч в трех возрастных категориях до 12, до 14 и до 16 лет Это международный фестиваль Лакобол, который проводится, это очень интересное соревнование, которое проводится за счет спортсменских средств И от нас с вами, от команд нужно лишь инициатива и участие Причем в этом этот турнир еще и помогают организовать, финансируя организацию проведения этих соревнований А также мои самые любимые соревнования это всероссийские соревнования по футболу среди смешанных команд до 12 и до 10 лет Потому что, на мой взгляд, это те мероприятия, с которых мы можем начать массово развивать женский футбол в каждом субъекте, в каждом муниципальном образовании Все эти соревнования тоже имеют многоуровневую систему Также есть межрегиональные этапы этих соревнований и региональные физкультурные мероприятия Почему делаем акцент на этом? Потому что все эти соревнования включены в календарные планы Министерства спорта России И наши субъекты Российской Федерации, ваши местные региональные управления по спорту или департаменты, или министерства региональные Они также включают эти соревнования в свои календарные планы с огромным удовольствием Потому что это особо значимые мероприятия, которые контролируются по линии Министерства спорта очень активно И, конечно же, на них выделяются средства И последний уровень – это муниципальные соревнования, которые мы можем проводить с вами в каждом муниципальном образовании Будь то перенство города или перенство района Почему представлены такие возраста? Потому что это те возраста, которые есть в ЕВСК И также вам не могут руководители, будут более активно помогать проводить эти соревнования Потому что они помогают получить разряды Чуть позже скажу, почему это важно для органов власти Перед вами соревнования, я думаю, вы их прекрасно видите Очень отрадно, что были включены соревнования среди девочек до 11 лет в ЕВСК Даже по юношам, по мальчикам таких соревнований нет, а по девочкам они есть Это дает возможность проводить нам первенство муниципального образования и присваивать массовые разряды Ну и очень важный блок, и наверное, мне бы хотелось обратить внимание сейчас представителей клубов Вот мы говорим о внутришкольных соревнованиях в разных возрастных группах Для того, чтобы девчонки играли, им не обязательно в первых их шагах участвовать в соревнованиях И наверное, и не нужно участвовать в каких-то масс престижных и соревнованиях, в которых нужно что-то выигрывать Намного важнее участвовать им в фестивалях или внутришкольных соревнованиях И здесь я хочу обратиться сейчас сначала к клубам Потому что профессиональные клубы, которые зашли в женский футбол Не очень мне нравится эта формулировка, я всегда была против этого такого орудимента Но тем не менее, наверное, это уже данность Стали заниматься девчонками, обратили внимание на женский футбол И очень важно, чтобы вокруг вас строилось развитие футбола в регионе Очень важно, чтобы вы проводили соревнования среди разных возрастных групп Внутри своих муниципальных образований или субъекта Конечно, многие сейчас скажут, безусловно, школы спортивные будут воспринимать эти соревнования, наверное, как отбор в вашей академии Но здесь, я уверена, Российский футбольный союз очень тщательно работает над тем, чтобы академии набирали девочек с самого юного возраста С возраста 6, 5, 6, 7 лет внутри своей академии Безусловно, лучшие из любого региона, из любой спортивной школы все равно неминуемо окажутся в вашем клубе И если вы будете проводить эти мероприятия для всех девчонок внутри муниципального образования, внутри вашего города или региона Вы повернете лицом к себе спортивные школы Потому что вы дадите им соревновательную практику, дадите им вот эти праздники футбола Это поможет привлечь девочек в спортивные школы, а вам поможет аккумулировать в клубах лучших футболисток своего региона Ну а спортивные школы тоже не нужно сидеть на месте, просто ждать, когда кто-то проведет соревнования Внутришкольные соревнования обязательно нужно включать в календарный план школы Это минимум затрат, но это огромный праздник, причем если вы будете делать эти школьные соревнования открытыми И приглашать команды из других спортивных школ ваших муниципальных образований или даже вашего региона Это опять же поможет вовлечь как можно больше девчонок в занятия футболом И они придут обязательно в ваши школы Все, что я сейчас говорю, все это было реализовано в Краснодарском крае и реализуется по сей день В Краснодарском крае 42 соревнования для девочек разных возрастных категорий В календарном плане субъекта Российской Федерации В календарном плане Краснодарского края И еще огромное количество соревнований, которые проводят муниципальные образования Счет им уже потерян, уже не ведется учет, потому что каждая школа заинтересована в том, чтобы как можно больше девчонок приходили заниматься футболом Хочется отметить для тех школ, которые работают в системе гособеспечения Что очень важное соревнование это спартакиада учащихся или молодежи России Это то мероприятие, на которое закладываются в каждом субъекте Вот работа региональным менеджером, могу достоверно сказать, что деньги даже на тренировочные мероприятия Для вот этих соревнований закладываются в каждом субъекте Российской Федерации От нас с вами нужна инициатива Это комплексное мероприятие, которое проходит в зачет спартакиады между муниципальными образованиями Региональными министерствами и на всероссийском уровне То есть это зачетное мероприятие, за которое они получают очки, наши органы власти в области физической культуры и спорта И конечно же мы командный вид спорта И вы должны понимать, что даже одна девочка может из вашего муниципального образования принести вам очки И больше могу сказать, что конечно еще в силу того, что конкуренция в женском футболе не такая высокая, как в мужском Мы можем с вами при определенном нашем поступательном действии повернуть местные органы власти лицом к себе Потому что вы принесете им долгожданные очки, от которых зависит распределение финансов в конечном счете Что же нам сделать, чтобы в календарном плане соревнований субъекта Российской Федерации, вашего региона, края или области Появилось больше соревнований Сейчас Российский Футбольный Союз активно работает в этом направлении И формирует календарный план уже в начале сентября и октября месяца Эти календарные планы спускаются в местные региональные федерации футбола И на основании этих документов рассылается это все в региональные федерации И мы с вами активные участники этого процесса Безусловно можем принимать в этом участие Многие наверняка уверенно принимают активное участие Что нужно для того, чтобы в календарном плане появилось мероприятие Нужно выйти с предложением о включении данного мероприятия Обратившись в свои органы власти Либо через региональную федерацию футбола Либо через профильное учреждение Как мы его называем, учреждение спортивной подготовки То есть вашу школу, в которой делегированы права На проведение соревнований по футболу В каждом субъекте Российской Федерации такая школа есть Она подведомственна, как правило, Министерству спорта региональному В том числе и финансируется из этого учреждения Поэтому проводит все мероприятия по футболу региональные Необходимо будет совместно с вашими региональными менеджерами Разработать положение проведения соревнований Они типовые, есть на сайте каждого Министерства спорта Если необходимо, я думаю, региональные менеджеры вам помогут адаптировать действующие положения Согласовать места проведения соревнований Сейчас у нас с этим очень строго везде в России Поэтому делается это не сложным образом Для того, чтобы соревнования провести Достаточно, чтобы спортивный объект, на котором вы планируете проведение соревнований Был включен во Всероссийский реестр спортивных объектов И, собственно говоря, наша с вами инициатива Конечно, заниматься этим нужно в сентябре-октябре месяце Когда идет формирование бюджетов региональных министерств спорт Что мы можем предпринять, чтобы соревнования появились в календарном плане нашего с вами муниципального образования Безусловно, наша с вами инициатива И здесь, наверное, еще больше личной инициативы вашей Также мы обращаемся с предложениями либо в региональную федерацию Либо в отдел по спорту муниципального образования Либо в профильную спортивную школу Также представляем предложение о включении соревнований в календарный план Есть возможность, вы разрабатываете смету на проведение соревнований Она ничем не отличается от сметы по проведению соревнований среди мальчиков совершенно То есть можно просто поменять название И разрабатываем проект положения проведения соревнований Они тоже все типовые То есть это не очень сложно Ну и самое главное во всей этой бумажной волоките Это наше с вами желание и наша с вами убедительность Нам нужно обосновать, для чего нам это нужно Первый и самый важный момент Это то, что мы все с вами Все государственные школы работают по федеральному стандарту спортивной подготовки В котором обязательным является участие в соревнованиях Если спортсмен не участвует в соревнованиях Значит спортивная школа не выполняет федеральный стандарт подготовки И отмечу для вас очень важный момент Федеральный стандарт спортивной подготовки Регламентирует уровень соревнований в которых должны принимать участие спортсмены. Это соревнования должны быть включены в единый календарный план субъекта, как минимум субъекта Российской Федерации. То есть теперь мы, почему, да, вот я вам и рассказала сверху немножко, теперь мы понимаем, что мы можем сказать для наших органов исполнительной власти, почему нам нужны эти соревнования в календарном плане Минспорта. Наши с вами министерства региональные финансируют спортивные школы и обязаны предоставить условия для выполнения федерального стандарта. Не только контролировать, но и предоставить условия. А вот условием для выполнения этой части федерального стандарта, части участия спортсменов в соревнованиях, как раз таки и является включение в региональный календарный план того или иного соревнования среди девочек разных возрастных категорий. Одного будет явно недостаточно. Следующий такой интересный момент – это участие и отбор на межрегиональный либо всероссийский этап. Почему это так важно? Потому что это разряды, это звания спортивные. Это то, почему они отчитываются, наши с вами спортивные школы и региональные министерства, когда сдают различные формы отчетности 5ФК. Есть дети, они должны участвовать в соревнованиях. Участвуют в соревнованиях, они должны приобретать разряды. Нет неэффективное управление. Значит, нашим руководителям интересно включить соревнования, если мы будем с вами убедительны. Опять же, это не только наша с вами инициатива и наше с вами желание, это необходимость. А здесь мы с вами поможем нашему руководству сделать все возможное, чтобы не нарушать действующее законодательство. Что мы можем сказать? Это соревнования официальные? Безусловно, они все включены, я вам на предыдущих слайдах рассказала уже, все включены в календарный план Министерства спорта, либо в первый, либо во второй раздел. Это обязательное условие для финансирования. Ну и также никто не снимает с нас, с вами активное личное участие. Большинство из вас работают на спортивных объектах, которые включены во Всероссийский реестр. И проведение соревнований на этих объектах, личная ваша помощь, участие в организации соревнований, конечно же, поможет руководству более активно включать мероприятия в свои календарные планы. Своя спортивная школа совершенно не отличается, тут еще больше свои личные инициативы, никаких противодействий здесь нет. Та же схема для включения во внутришкольные календари, все перед вами, вы видите. Опять же, все те соревнования, которые мы перечислили, в тех возрастных категориях, о которых мы рассказали, они все интересны вашим спортивным школам. Сейчас приоткрою некоторую такую тайну, очень надеюсь, что она не будет скоро тайной, новый федеральный стандарт, и очень надеюсь, что он будет изменен. Я хочу от лица всей общественности спортивных школ обратиться к Российскому футбольному союзу на том, чтобы мы очень плотно включились в этот процесс, потому что сейчас в новом федеральном стандарте, по которому мы будем работать с 1 января 2023 года, переход спортсменов с этапа Т2 на Т3 будет возможен при наличии массового разряда. Если мы с вами внимательно посмотрим федеральный стандарт, то с этапа Т2 на Т3 переходят спортсмены в возрасте до 12 лет, 11-12 лет. А как вы сейчас видели, у девочек этих соревнований, в которых можно получить разряды в этом возрасте, оно одно и то первенство России. То есть все то, о чем мы сейчас говорим, будет просто невозможно. То есть у нас в возрасте 11 лет будет просто повальное отчисление спортсменов из спортивных школ. И они не смогут продолжить обучение на следующих этапах. Поэтому нам нужно очень плотно включиться сейчас в эту работу, дабы не допустить вот такой, наверное, несправедливости. Возможно, в разработке этих норм приняли участие специалисты неигровых видов спорта, где можно просто каждому ребенку пробежать определенное количество секунд, голов, очков, получить и получить разряд. В футболе совершенно иная система. Еще раз напомню вам о тех соревнованиях, которые являются особо значимыми для субъектов Российской Федерации. Это всероссийские спартакиады, первенство России и финальные соревнования, физкультурных соревнований, кожаный мяч. Если не мы, то кто все это будет делать? Я желаю вам всем удачи и верю, что в каждом субъекте будет огромное количество девчонок, которые попадут в сборные команды страны и будут прославлять ваши субъекты на международном уровне. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...